Главное, с чем можно сказать, это коррупционная служба. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, куда можно? Борьба с коррупцией и теневой экономикой – цель, которую правительство решило достичь, внедрив в Казахстане поэтапное всеобщее декларирование. Первыми декларацию сдали госслужащие и их супруги, затем работники квази-государственного сектора, а с 1 января 2024 года раскрыть доходы должны уже руководители и учредители юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели и их супруги. И лишь в 2025 году оставшиеся категории граждан. Но означает ли это, что у коррупционеров все еще есть время, чтобы легализовать незаконно нажитое имущество? И как в последующем это будет отслеживаться? И можно ли назвать внедряемую систему контроля доходов и имущества эффективными? Об этом и не только мы поговорим с экспертами. Меня зовут Артем Петров, это СтопКоррупция. Здравствуйте. По прогнозам налоговых служб к 2025 году всеобщее декларирование охватит более 13 миллионов казахстанцев. По состоянию на сентябрь 2023 года декларацию сдали более 2 миллионов работников бюджетных организаций, квази-государственного сектора и их супруги. Но все мы знаем о существовании практики, когда дорогостоящие квартиры и автомобили переписываются на родственников, которые раскроют свои доходы лишь через год. Не упускают ли борцы с коррупцией тех, кто еще может таким образом легализовать крупные суммы, добытые казнократством? Вы видите, закон обратной силы не имеет. Поэтому он с момента его действия, если мы наведем порядок, это уже будет к лучшему. Но то, что кто-то уже нажил и кто-то уже имеет какое-то накопление, и что какие-то недвижимости покупают, приобретают через кого-то. Но в любом случае, сегодняшняя служба антикоррупционная, у нас в этом плане силы хватает. И агентство финансового мониторинга, они все крупные приобретения, и его источники проверяются. Поэтому, где есть определенные вопросы, я думаю, что они будут анализироваться, и, естественно, будут вопросы задаваться. Но говорить о том, что все как-то незаконно, и какие-то острые вопросы ставят, пока еще нет оснований, поскольку закон еще таких жестких требований не поставил. Вопрос будет учиняться после того, когда будет уже полное декларирование доходов-расходов. И уже мы тогда начнем спрашивать у них полноту, соте или иные приобретения или покупки. Отметим, что АФМ интересуют лишь определенные сделки по недвижимости, совершенные на сумму от 50 миллионов тенге. Но, по мнению экспертов, вопрос снижения порога таких сделок для финмониторинга пока не стоит. Но если дело коснется доходов, полученных преступным путем, то уполномоченным органам будет уже неважно, совершена была покупка на 50 миллионов тенге или за один. Меры будут приниматься незамедлительно. Да, это законом установленные размеры. Но, видите, идти вниз и учинять до 10 миллионов, можно и за миллион спросить. Если имеем какие-то вопросы о возникновении этих сумм. Но, в любом случае, если будет виден определенный тень в образовании того или иного дохода, у любого гражданина есть же, известно же, какой он имеет бизнес и какие имеют доходы. Сегодня нет у нас такого бизнеса, чтобы моментально вы имели миллионные запасы, чтобы миллионные доходы образовались. Они могут образоваться годами или через коррупционные схемы. Поэтому тут на суммарных ограничениях это не стоит зацикливаться. Вопрос о том, что в любом случае, сегодня любой оборот, превышающий 10 тысяч долларов, у нас мониторится. И она попадает в список мониторинга. И там анализируется, естественно, любое приобретение или любая операция. Она соответствующим государственным органам, включая банки и службу финансового мониторинга, проверяется его источник. Покупка квартиры или авто, к примеру, на бабушку, также не спасет от проверок. Доходы бабушки будут сопоставлять с приобретенным имуществом. Однако запретить переписывать имущество на ближайших родственников никто не вправе, отмечает наш собеседник. Это воля граждан переписывать или передаривать, или переоформлять свои собственности. Но в любом случае, если есть какой-то след, несущий негативные факторы возникновения доходов того или иного, оно может служить основанием изучения соответствующими государственными органами. Вот закон у нас теперь начнется, вот декларирование пойдет, и с этого момента давайте будем учинять спрос. Если мы уже с того времени четко установим и сделаем прозрачность наших граждан по доходам и расходам, тогда мы можем сказать, что слушайте, откуда, и задавать вопросы. С мнением своего коллеги согласен и депутат Мажелиса Айдос Сарым. Он уверен, что сейчас мы приходим к тому времени, когда переписывать на кого-то свое имущество или бизнес будет очень трудно. Сегодня очень много судов, когда люди друг друга просто кидают. Но если на мне записана квартира, завтра, не дай бог, со мной случится что-то, да, вряд ли моя супруга сможет кому-то доказать, что у меня были с кем-то хорошие отношения, и эта недвига, собственно говоря, моя. Даже если я где-то записал, нету документов, нету недвижимости, нету документов, нету бизнеса и так далее. Это раз. Во-вторых, когда мы перейдем к абсолютно полному декларированию и доходов, и расходов, мы придем вообще в другое качество. Мы будем обществом, которое будет внимательно собирать чеки из магазинов, из кафешек и так далее. С этого года фискалы начнут собирать декларацию уже с предпринимателей, отметив, что данные требования распространяются также на бездействующие и временно приостановленные лица. Поэтому эксперты рекомендуют предпринимателям, не желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, в дальнейшем как можно скорее закрыть свое ИП. Напомним, что декларацию можно будет подать двумя способами – на бумажном носителе и в электронном виде. В бумажном носителе декларацию можно подать через СОН, либо направив по почте с заказным письмом с уведомлением в местный департамент госдоходов. В электронном виде через кабинет налогоплательщика, портал ЕГОВ, мобильные приложения ЕСЛ Казамат и ЕГОВ Мобайл. Срок ее предоставления на бумажном носителе не позднее 15 июля 2024 года. В электронном виде и не позднее 15 сентября 2024 года. В Казахстане предлагают наказывать чиновников, которые препятствуют работе бизнеса. По словам депутата Мажелиса парламента Айдоса Сарыма, в стране уже действуют законы, направленные на реализацию поручения президента, где препятствие бизнесу является государственным преступлением. В стенах парламента обсуждается еще один законопроект, связанный с борьбой с коррупцией. Мы поинтересовались у депутата, будут ли в Казахстане публиковать списки с именами коррупционеров. Нет, такой список будет. Главное, чтобы это было узаконено, и даже чтобы госорган делал такой реестр, чтобы было понятно. У нас же очень много решений принимается, где есть четкий запрет чиновникам на 5 лет, на 10 лет, или вечно занимать государственные должности или позиции в квази-госсекторе и так далее. Наверное, эта норма должна войти, и, наверное, на сайте агентства должна быть такая норма, не только чтобы через специальную службу генпрокуратуры узнавали, да, у них есть специальное агентство, которое же ведет комитет и так далее. Это надо делать запрос, оттуда должна прийти бумага и так далее. Но я думаю, это нормальная практика, которая должна быть доступна не только, скажем, чиновникам или госорганам, да. Это должна быть, наверное, такая общепринятая норма и реализуемая норма, которая будет отчасти носить такой воспитательный, скажем, или, может быть, такой предупредительный характер, что ли, да, чтобы люди понимали, что репутация – это очень важно. Раньше в традиционном казахском обществе существовал институт репутации, когда нарушивший закон человек становился нерукопожатным. Его мнение нигде не учитывалось, а тень дурной славы ложилась на детей и внуков. И этот институт репутации необходимо возродить, считает мажорисмен. Поэтому казахстанцы должны понимать и быть готовы к длительному процессу создания нового общества с нулевой терпимостью ко всем коррупционным проявлениям. С вами был Артем Петров. Увидимся в следующих выпусках. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok